Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола до жизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Если вам понравился этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Вам не трудно, но мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал R&T. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому кому интересны игровые прохождения, самая игровая индустрия в Ютубе, переходите, подписывайтесь, давайте вместе добьем 40 подписчиков. И мне будет действительно очень приятно, когда я вижу вашу поддержку на обоих моих каналах. Ну что же, мы сегодня начинаем. В ролике, кто смотрит постоянно мои видеоролики, в ролике «Карьера за Зенит» я сказал, что теперь мы будем играть по 4 матча в этих двух карьерах, так что чуть-чуть будем ускорять наши карьеры, потому что цель-то у нас серьезная, это выиграть Лигу чемпионов как за «Зенит», так и за «Лестер-Сити», поэтому будем немножечко вот ускоряться. Сегодня у нас три такие вот стартовые игры, четвертую мы пока что не знаем. Лестер играет против «Гранады» дома в Лиге Европы, играем на выезде против Улверхэмптона и в Кубке Англии играем против Брэндфорда, которые, скорее всего, там идут в чемпионшипе. Ну что же, давайте будем сразу начинать, чего оттягивать. Собираем наш состав и будем готовиться. Ну что же, вот таким составом мы выходим. Здесь только у меня получилось это заменить Шмейхеля, потому что у него низкий уровень подготовки к матчу, настрой, все в этом духе, поэтому выйдет у нас сегодня в старте вард. Это в любом случае лучше даже, чем голкипер «Гранады», поэтому я надеюсь, не привезет нам кучу мячей, поэтому Лестер против «Гранады», поехали! Итак, King Power Stadium, Лестер принимает сегодня «Гранаду». Я вообще не помню уже, наверное, второй тур сейчас Лиги Европы. Мы начинаем у себя дома, вроде вот именно домашний наш первый матч, поэтому для болельщиков уж точно должны на классе провести этот матч. Хорошая передача, аккуратненько в ножку на Варди. Варди на Рикардо Перейро. Очень хорошо и отдает прямо перед носом у вратаря, ну и забивает Умдер. Отличный, 32-я минута, 1-0. Лестер аккуратненько сейчас забивает гол. Ну, супер! А вот и штрафной. На последних минутах здесь Нигиди быстро и принял мяч, и в касание практически куда дал, но по ногам получил. Так, сейчас будет штрафной, который уже вряд ли что-то будет там решать. 84 точно штрафных у Мэдисона. Давайте попробуем. Ну и в стенку попадает. Но мяч, кстати, шел очень хорошо. Буквально пару сантиметров повыше, и пошел бы в створ, и все. Минимальная победа Лестера, благодаря тому единственному вот удару Умдера. Загалевают Рикардо Перейро. Мы выиграем. Один удар в сторону у нас был, но это не тот, с которого забил Умдер. Он стал лучшим игроком матча. Замечательно хуже всех сыграл вот Вард. Не знаю даже почему. И Эванс. Вот, ну там Фуч. 5,5 оценку получил. Ну так что как так? Беззамен мы даже сегодня отыграли. Ну что же, сейчас мы в группе на втором месте. Мы вроде как как раз с ААЭБом вот этим. ААБ. Сыграли в тот раз в ничью. Но они сейчас 2-0 победили стандарт-лиги. Поэтому как-то так. Ну, пока что конкуренция идет как раз против ААЭБ. Поэтому в ответной игре уже с ними мы и встретимся. Так, у нас хотят забрать Варди в Манчестер Юнете. Но я пока что действительно вот сразу в начале сказал, что Варди как минимум сезон у нас отыграет. Дальше мы уже посмотрим. Потому что тоже Дзюбу я продавал, извините, через сезон. Поэтому как-то так. В сборную месяц у нас никто не попал. А по тренировкам. Мэдисон плюс один к рейтингу добавил. И все. Что Фуч, Варди, Морган, Рикардо Перерра по минус рейтингу. Но это вот обидно. Что 4 игрока, которые у нас в основном составе. Вот эти вот основные, можно сказать, 22 футболиста. И 4 из них потеряли рейтинг. Вот это вот обидно. Играем мы теперь, кстати, на выезде против Уоллэхэмптона. Не посмотрел. Они на седьмом месте. Как раз сейчас у нас против них пойдет вот эта вот борьба. Ну что же, попробуем противостоять. Вот вместо Фуча. Не знаю, Костагна это получше даже будет. Мы его, наверное, и попробуем. Ну и Ундера придется. Заменить выйдет Айоза Перес. Как-то так тоже. К сожалению, там не в лучшей форме. Так, ну Барнс здесь вообще не сможет отыграть на этой позиции с Лимани. Тем более. Поэтому, ну как-то так. Давайте я вместо вот Томаса Джастина возьму пока что. Посмотрим. Так, Орбану сколько еще осталось? Один день ему как раз остался. Ну все замечательно. И пройдет у него травма. Уоллэхэмптон против Лестера. Поехали. Итак, Уоллэхэмптон сегодня принимает Лестер-Сити. Мы дома обыграли гранату в Лиге Европы. Но сейчас Уоллэхэмптон тоже такая команда-середнячок английской премьер-лиги. Но посмотрим, кто сегодня вот одержит верх. У нас первый сезон идет, так сказать, в команде. Чистка состава, как я постоянно это называю. Но у нас иногда и на два сезона может уйти эта та самая вот чистка. Но посмотрим, как сегодня мы отыграем. Мощная, кстати, сильная пошла. Так, Костагна у нас левого защитника сегодня играет. Не по своей позиции. Посмотрим. Пошла подача. Хорошая, кстати, это гол. Джейми Варди забивает. Загалевает Костагна, который вышел не на своей позиции, повторюсь. Ну а Варди-то забивает. 14-ая минута. Гостевой гол Лестера в сегодняшнем матче. Замечательно. В гостях забили. Причем команде, с которой мы сейчас конкурируем, они идут повыше нас. И вот эта вот победа нам, как не сказать, кстати, будет. Что из себя сейчас покажет Волверхэмптон. Все-таки мы это сейчас ведем в счете. Поэтому где-то даже диктовать игру будем именно мы. Вот Варди с мячом. Он уже входит в штрафную. Удары из-под защитника и эту дубль. Варди забивает дубль на выезде. Все супер. 2-0. 6 минут буквально прошло. С момента начала второго тайма. Очень хорошо. Десяти лимонс. Отдал на Варди, но и гол. Мне кажется, все-таки имени Джейми Варди из-под защитника из-под Куади пробил. И супер. И все. Уверенная победа Лестера на выезде на Волверхэмптон. Со счетом 2-0. Дубль забил наш капитан. Шикарные 2 мяча. Голевая от Кастагны и от Лимонса. 6 ударов, 4 створ. На точно 1 гол мы здесь могли наиграть. А наиграли на целых 2. Но вот Волверхэмптон как-то неудачно отыграл в атаке. В дальнейшнем матче. Смотрим. Шмехель 5-0. Не знаю, наверное, из-за того, что один буквально момент был. Санчес 5-0. Саюнсу 4-5 оценка. Диди. Рикардо Перерре 5-0. То есть оценки у некоторых ужасные. Хотя вроде команда победила, но где-то все равно свои минусы-то и есть. Итак, после шестого тура мы поднялись на седьмую строчку. Волверхэмптон опустились на девятую. У нас 7 очков отставания до первого места. Потому что там идет Челси, у которых 6 побед из 6. Которые, кстати, и обыграли уже в начале нас. Так, а скауты нам нашли центрального защитника. Сейчас посмотрим, какого. Калунда, я не знаю, уже находили. Вот канатая, значит, из Лейпцига. Этим парнем. То ли мадридский Реал сейчас даже интересуется. Но мы добавим его в любом случае в список. Так, мы кого-нибудь уже здесь купили. Да, как понимаю, купили Гомеса и Ангелиньо. Здесь все сделали. Сливании у нас хотят купить в Леон. Но пока что я отклоняю. Так, а что у нас по возрасту? Да, я сначала понимаю, мы еще не разобрались, естественно. Так, ну Моргана мы продали. Поэтому это замечательно. Пам-пам-пам. Вот, Эванса надо, мне кажется. Да, он и так уже выставлен. Поэтому ждем сейчас предложения по Эвансу. Ну, а мне кажется, подписывать-то здесь уже по рейтингу. Давайте смотреть. Магуайра мы решили, что не будем брать. Потому что только что была карьера за Манчестер Юнайтед. Вот, Санчеса мы как раз вот приобрели. А что у нас по Рудигеру? Он не захотел, да? Нет, кстати, почему? Рудигер-то готов. Нам приходить, но ему 27. Гомес к нам вроде как перейдет. Вот, тоже вот интересный игрок по этому. Ну вот, Рудигер чисто по возрасту, мне кажется, он 27. Есть там и получше. Вот Рубен Диэш, например. Ну, из этих парней Рубен Диэш, Милитавы, Канате. Канате выше всех и помоложе всех оказался. Поэтому я сейчас не знаю, честно. Давайте посмотрим там по позициям, чтобы тоже не было, что мы купим игрока. А оказалось зря. Так, ну, раз, два, три. А у нас должно быть шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, шесть. Полный трансер. Вот, у нас их и так шесть. Вместо, я так понимаю, Эванса, там уже к нам придет Гомес. Не знаю, честно, не знаю, кого здесь можно и продавать из центральных защитников. Вроде-то и никого. Если по общему рейтингу. То вот тоже здесь Морган прям сюда и попал. Бенкович вообще в аренде. Фафана. Фафани вообще двадцать. То есть еще может из себя что-то он показать. Поэтому я вообще не знаю, зачем нам вот нужен был центральный защитник. Почему, может, мы не переключились просто. Вот у нас шесть центральных защитников сейчас в команде. А Морган у нас уйдет. Вместо него как раз и придет Гомес. Поэтому как-то странно. Дальше там, кстати, вот Эванс идет. Да, может быть. Как раз именно из-за этого на замену Эвансу-то, скорее всего, мы приобретем центрального защитника. Вот, наверное, все это и сошлось у нас. Наши вот додумки. Надо почаще, наверное, записывать карьерки, чтобы таких тупников не было. Ну все, тогда сейчас будем пытаться подписать мы КонАТЭ. Тоже интересный вот игрок. Так, ну что, по три полосочки, как обычно у нас. За 27 попробуем миллионов. Так. А, у нас зарплаты вообще нет. Ну ничего страшного, мы сможем, если что, его просто так, я так понимаю, подписать. И будет он у нас висеть, пока у нас деньги в зарплате не появятся. Поэтому пойдет, надеюсь. Так, Орбан полностью выстрел замечательно. Ну и сейчас у нас игра против Брэнфорда в рамках Кубка Англии. Поэтому я сейчас не знаю. Честно. Можем попробовать еще раз Варда. Почему бы и нет. Того же вот надо нам попробовать Орбана вместо Эванса. Подустал. Эванс с плохой формой своей. Кастагна, я даже вот не знаю. То ли попытаться его вот заиграть слева. Потому что у него практически такой же рейтинг, как и Фуча. Давайте посмотрим на него еще раз слева. Вот. Но дальше я не знаю, честно. Могу попробовать сильно так не рисковать Прайта и Минди выпустить. То есть посмотрим на такое. Ну и выпустим Слимани в атаку. Если что, в любом случае, эти парни у нас на скамейке запасных. Они готовы будут выйти. Если что, помочь. Надеюсь, помощь здесь нам не понадобится. Что у нас почему-то по формам неудачно. Лестер против Брэнфорда. Поехали. Итак. Роспарк Стадион. Играем, да, на нейтральном вроде как стадионе. Лестер против Брэнфорда. Кубок Англии. Поехали. Сегодня небольшие у нас, да, перестановочки в составе. Все-таки. Постоянно перед кубками в Pro Evolution пишут именно слово одно. Ротация. И вот сейчас посмотрим, почему бы и нет. Костагин, который отдал шикарную голевую передачу на Варде в прошлом матче как раз с Воверхэмптоном. Посмотрим, как он сегодня сыграет на той же абсолютно позиции. Так, арбитр дает. Продолжить и все. Финальный свисток матча. Счет у нас 0-0. Не знаю. Либо дополнительное, да, дополнительное время. Ну и сейчас постараемся задеть. Потому что вроде как у нас запал-то был. На Варде в пустую зону отдает. Здесь это Джейми Варде убегает. Но это фолл. Это и удаление даже можно делать. Срыв такой перспективной атаки. Желтую карточку выдает только арбитр. И наказывает. Айоза Перес наказывает на последней секунде буквально матча. Мы забиваем сейчас и все. Айоза Перес выводит нас вперед. Мы его выпустили в конце основного времени. Вместо Ундера. Ну и здесь вот обычный фолл. Который все-таки хорошо здесь разыграли. Мэдисон отдал на Варде. Тот пробил. Где точно дал кипер. Но здесь уже Айоза Перес отлично отыграл. Никаких серий пенальти не будет. Все. На последней секунде Лестер вырывает победу. Вырывается в следующий раунд Кубка Англии. Поэтому все супер у нас. По матчу действительно где-то атаковал-то больше Брентфорд. Мы нашли свой единственный момент. У нас получилось. Лучшим игроком матча стал вот Айоза Перес. Не зря мы его выпустили на поле. Но худшими. Смотрите. Саинцу, Санчес, Кастагне, тот же Прайд, Слимани. Поэтому действительно у кого была низкая оценка, того я и заменил. Ну а так дальше мы примерненько присматриваемся. Мы будем играть против Эвертона. Это получается там 1,8 Кубка Англии. Поэтому будет интересно посмотреть на Эвертон в Кубке Англии. Но сейчас у нас третий тур. Играем против Стандарта, которые идут на последней строчке. Поэтому здесь там мы побеждать надеюсь их должны. Так, Кона Те. Ну все, значит мы ждем только как у нас купят там Эванса. И все. Так, возраст выставлю здесь. Вот Моргана уже купили. Куча ждем. Там Ангелиню должны за него все это. Но здесь Слимани надо тогда уже искать тогда нам. Потому что мы договорились получается уже с Кона Те. Поэтому будем искать центрального нападающего себе в команду. Ну что же, а сейчас у нас выездная игра в Лиге Европы. Перед, кстати, матчем с Манчестер Юнальдом. Поэтому на этот счет тоже надо нам подумать. Посмотреть, кто у нас готов, кто не готов. Ну Санчесу я бы дал, наверное, отдохнуть. Ну Морган как-то тоже вот не в форме. Поэтому давайте Фафану выпущу. Костагна в ужасной форме, как мы видим. Джастина, наверное, придется нам даже выпускать. Ну и все. Остальные вроде как готовы. Поэтому поехали. Вот таким составом мы и выйдем. Стандарт против Лестера. Поехали. Итак, мы играем сейчас в Бельгии. Стандарт против Лестера. Интересный матч нас ожидает. Пошла подача. Но здесь неплохо. На подборе, кстати, Джастин. С которого вроде как мы там продаем. Раз он у нас в какой-то низине находится составом. И это гол. Как сейчас Варди на Мэдисон отдал. Просто шикарно. Ну супер. Мэдисон забивает с левой ноги по такой тоже интересной траектории. Давайте еще раз посмотрим на этот гол. Джастин здесь хорошо поборолся. Отдал на Диди. Мэдисон в стеночку с Варди отыгрался. И гол в дальний угол. Ну шикарно. Шикарно. Мы выходим вперед. И это 1-0. Плава Богу и все. Минимальная победа Лестера на выезде в Лиге Европы. Мэдисон забил единственный гол. Голевой шикарный от Варди. Гол действительно очень интересный получился. Ну а мы побеждаем уже четвертый матч подряд. В сегодняшнем выпуске 4 матча из 4-х мы выиграли. Ну вот смотрим. А Диди. Отрицательная такая вот оценочка. А Юзу Перес и Томас вышли тоже. И времени. Ну тем более Томас вот получил мало. Ну вот как так. А Эп 4-0 выигрывает. У них разница в 6. 6 плюс так можно сказать. У нас все лишь плюс 2. Поэтому как-то так. Надо их стараться там обыграть. Снова в очной встрече. Ну что же. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Ребята. Обязательно поставьте лайк. Чтобы я видел вашу активность. Стоит ли не стоит там дальше продолжать. В любом случае. Если вам понравился ролик. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь до новых встреч. Друзья. Всем до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok